Всем привет! Хотите узнать, какие кроссоверы и внедорожники не стоит покупать на вторичке, особенно по низу рынка? Сейчас обо всём расскажем. Итак, поехали! Мы ограничимся планкой в 10 000 долларов. Ничего нового за эти деньги не купить, но в эту сумму входят много премиальных внедорожников, которые так и манят их приобрести. Но не стоит этого делать, потому что это будет катастрофа для вашего бюджета. Ни в коем случае нельзя покупать Туарег первого поколения по низу рынка, иначе проблем не оберётесь. Единственное, с чем проблем не будет, так это с айсиновским автоматом и с очень редкой механикой. Каждый мотор у Туарега первого поколения особенный, и если вы хотите поиграть в эту лотерею, то тогда выбирайте наименее опасный вариант. Это мотор VR6, ранний 3,2-литровый, либо поздний 3,6 литра. Базовый 2,5-литровый дизельный двигатель – это кот в мешке. Хотя у заботливого, адекватного владельца этот двигатель может проехать более 500 000 км. А вот с другой стороны, у него отслаивается плазменное напыление цилиндров. Дело в том, что блок алюминиевый, без гильз, с особым напылением. И вот когда это напыление отслаивается, то это всё ставит крест на этом двигателе. А перегильзовка блока не всегда даёт нужный результат. Впрыск топлива у рядной пятёрки 2,5 TDI с насос-форсунками. Если повезёт, то пройдут более 500 000 км. А если 2,5 TDI упилен, то тогда топливо может попасть в масляный поддон, из-за разбитых гнёзд форсунок, а также благодаря тандемному насосу. Также антифриз может попасть в масло из-за уставшей прокладки помпы. Привод ГРМ у этих двигателей шестерёнчатый и в большинстве случаев встречается с уставшими шестернями. Базовый 5-цилиндровый двигатель 2,5 TDI очень востребован. Поэтому контрактный такой двигатель стоит примерно 2,5 тысячи долларов. Ещё у Туарега первого поколения крайне неудачная проводка. Изоляция осыпается с проводов, и если намочить напольное покрытие, то проводка, которая находится под ним, утопит автомобиль в глюках. То есть ошибки по коншине – это вестники дорогих ремонтов. Вода также может достать ЭБУ двигателя. Он находится под жабо. Постоянная сырость приводит к разгерметизации его корпуса, а также масло из АКПП через внешние разъёмы может добираться как по капиллярам к блоку управления автоматом. И случаев гибели блоков управления АКПП становится всё больше. Относительно надёжная пневмоподвеска после 300 тысяч потребует серьёзных вливаний. Запчасти дорогие, оригинальные, а неоригинальные они служат недолго. Трубки заднего кондиционера коррадируют и требуют замены. Выграние Lipsbar – это лишь самая маленькая неприятность, которая может встретиться на Туареге первого поколения. А вообще ухоженный Туарег первого поколения хорош. Он комфортный и роскошный. К немцам ещё вернёмся, а сейчас перескакиваем к Nissan Murano первого поколения. Когда-то этот экстравагантный кроссовер был очень востребован. Помимо внешности у него есть ещё мощный V6, который работает в паре с вариатором. Поклонники говорят, что проблем у Murano немного – это двигатель, трансмиссия и раздатка. А в регионах с солёными зимами ещё кузов нехило так коррадирует, особенно в районе задних арок. Что с двигателем? Например, задиры, которые появляются из-за того, что разрушились нейтрализаторы и мотор насосал их пыль. Если вы не понимаете, как пыль из нейтрализаторов, то есть от нейтрализаторов попадает в цилиндры, обязательно задайте этот вопрос в комментариях. Многим этот процесс понятен. Но задиры – это старая проблема, потому что владельцы поизбавлялись от нейтрализаторов и многие блоки были перегильзованы. Ещё японский V6 стучит шатунными вкладышами. Вкладыши стучат и проворачиваются из-за того, что этот двигатель сожрал пару литров масла. Это отразилось на смазке. В общем, капитале двигатель Murano приходится из-за значительного масложора. Вариатуру GF010E не хватает охлаждения, что приводит к его преждевременной кончине. Добавление дополнительного радиатора для охлаждения вариатора значительно продлевает ему жизнь. Угловой редуктор страдает от течей масла. Так вот, три сальника надо заменить сразу же, как только увидите первые запотевания. Дело в том, что в этот редуктор залито 350 грамм масла. И вот кончина редуктора сопровождается не только гулом, но и стуком и ударами. Угловой редуктор стоит 200 долларов, контрактный мотор стоит 900 долларов, рабочий вариатор от 800 долларов до 1000 долларов. И прошаренный владелец Murano всегда имеет деньги на эти агрегаты и на их замену. Идем далее. 10 тысяч долларов вам может хватить на Range Rover на минуточку. Это будет Range Rover третьего поколения дорестайлинговый 2002-2005 модельного года. Выбор моторов невелик. Либо же BMW M57 задушенный до 177 л.с., либо же V8 объемом 4,4 литра тоже от BMW. Часто бензиновые версии оснащены нештатным газобаллонным оборудованием. Любопытно, что у этого Range Rover нет проблем с двигателями. BMW M57 очень надежен, всем известен и запчастей на него просто завались. Да, он никуда не едет и никого не везет, но зато двигатель очень надежен. Бензиновый Range Rover с V8 гораздо более задорен, но потребляет в 2-3 раза больше топлива. Двигатель M62 при пробеге в 150-200 тысяч километров. То есть каждые 150-200 тысяч километров нуждается в нехилых затратах в обновлении привода ГРМ, а также в переуплотнении, потому что со временем он начинает истекать маслом. В цилиндрах нет чугунных гильз, есть алюсиловое покрытие. И вот это алюсиловое покрытие служит примерно 400 тысяч километров. Кстати, бензиновый V8 для Range Rover 3-го поколения стоит 2000 долларов. М57 дизельный примерно 1200. Еще у этого Range Rover часто встречается коррозия металла. Обязательно осмотрите кромки дверей, колесные арки, также заднюю дверь. В общем, внимательно отнеситесь к этому вопросу. Пневмоподвеска это 300 долларов за баллон. Обязательно убедитесь в том, что подвеску не спускает. Посмотрите баллоны с внешней стороны, потому что они обычно протираются из-за абразивного износа. Электроника у этого Range Rover нельзя сказать, что глючная, но перед покупкой понажимайте все кнопочки, стеклоподъемники, обогревы и так далее. Еще до 10 тысяч долларов вы можете приобрести такой автомобиль как Chrysler Pacifica. Это будет автомобиль до 2005 года выпуска. И запомните, то есть помните, что далеко не все они полноприводные. Этот автомобиль оснащен безальтернативным, не самым удачным двигателем V6 объемом 3,5 литра, который охотно стучит и проворачивает шатунные вкладыши, также поджирает масло, а также может даже сломать рокеры. Владельцы этих автомобилей, то есть будущие владельцы этих автомобилей, а именно покупатели покупают эти машины с уже стучащими моторами и капиталят их. Однако здесь есть одно но. Не всегда запчасти есть в наличии. Есть в наличии может быть оригинал, и то может быть под заказ. Контрактный мотор для Pacifica стоит примерно 1200 долларов. Еще у этих машин уязвим блок управления двигателем. Он находится под левым передним крылом, поэтому грязь дорожная и реагенты его обильно покрывают и даже проникают внутрь, окисляя и убивая печатную плату. ЭБУ не умирает сразу. Сначала сыпет всякими глюками. Двигатель работает с перебоями от высоких оборотов до отключения форсунок и прочего. И не стоит переоценивать коррозионную стойкость кузова Pacifica. Обязательно перед покупкой осмотрите все окрашиваемые элементы и не поленитесь поднять машину на подъемник, чтобы осмотреть ее на предмет трухлявой коррозии. Идем дальше. Ну что, будут ли в этом антирейтинги еще немецкие авто? Еще как! Ловите! Porsche Cayenne первого поколения. Цены на эти машины опустились ниже 10 тысяч долларов. И вот как раз машины по низу рынка продаются с двигателем 4.5 V8 собственной разработки компании Porsche. И эти двигатели получились у Porsche ну очень плохими. Задиры появлялись уже при смешных пробегах. Примерно 50 тысяч километров, 50 тысяч километров и начинается нехилый масложор. И вот именно благодаря этому мотору 4.5 V8 появились благодаря умельцам такие гибриды, как с двигателями Toyota UZ. И в Беларуси у нас вместо вот этих моторов 4.5 V8 устанавливают 1.9 TDI и неубиваемый 2.5 TDI. Контрактный мотор 4.5 V8 продается за 2-2,5 тысячи долларов. Задранные двигатели можно и нужно гильзовать. Кстати, у бетурбированных моторов V8 есть гильзы и задирами, они не страдают. Поклонники Porsche Cayenne первой генерации предпочитают эти автомобили с двигателями объемом 3.2. Это Туареговский мотор, он надежный и неприхотливый. Кузов Porsche Cayenne ржавеет прямо с порогов. Больное место под резиновым уплотнителем на пороге в самом дверном проеме. Электрика менее хлопотная, чем у Туарег первого поколения, но намокание напольного покрытия все-таки приводит к разнообразным глюкам. Еще один объект до 10 тысяч долларов – это, внимание, BMW X5 первого поколения. Но такая машина по низу рынка тебе не нужна. Это будет экземпляр примерно от 1999 года до 2004 с пробегом 400 тысяч километров и более. Нельзя сказать, что эта машина безнадежна. Дело в том, что 20 лет эксплуатации оставляет неизгладимый отпечаток на этой машине, как и на любой другой. Кузов даже в родном окрасе ржавеет до дыр. Особенно надо обращать внимание, то есть может огорчить крышка багажника, проем багажника и комбинированная дверь багажника. Относительно неудачных моторов у BMW X5 первого поколения нет. В обозначенный бюджет входят трехлитровые рядные шестерки, как бензиновая, так и дизельная. Также в этот бюджет можно купить и дорогой в обслуживании V8. О других проблемах X5 первого поколения можно говорить очень долго. По мнению владельцев Cayenne первого поколения и BMW X5 первого поколения, то есть если владелец, то есть человек владел и той, и другой машиной, у X5 больше проблем и больше вложений денег по мелочам. От неработающего дворника до неработающих там дверных ручек и так далее. Ну и течь масла. Они в BMW повсюду. Не стоит покупать по низу рынка еще один японский кроссовер Infiniti FX первого поколения. Все эти автомобили до 10000 долларов оснащены двигателями V6 и V8, которые могут нехило так осушать масляный поддон с последующим проворачиванием к вкладышей коленвала. Эти двигатели жрут масло литрами. То есть специалисты говорят о том, что надо обязательно перед покупкой данного автомобиля осматривать цилиндры эндоскопом либо придирчиво принюхиваться к выхлопной трубе. Жор масла в 1 литр на одну-две тысячи километров можно без проблем учуять. Отсокающие гидрокомпенсаторы скажут вам, что в эксплуатации этого двигателя были проблемы. Такой двигатель бэушный на разборках стоит примерно полторы тысячи долларов. Помните, что за всеми бэушными двигателями и не только за всеми запчастями милости просим в автостронг весь ассортимент на наших сайтах. Ссылочки в описании к ролику также есть у нас еще и новые запчасти и технические жидкости. В общем по любым вопросам конечно в автостронг. Японский автомат жадко надежен, а раздатка тоже стоит на разборках всего лишь 100 долларов. Поэтому если перестанет подключаться передняя ось, то воспользуйтесь контрактной. И опять же конечно в автостронг. Эксплуатация Infiniti FX первого поколения в условиях суровых зим и обилие реагентов естественно негативно сказывается на кузове. Ржавеют кромки колесных арок, особенно задние. Также ржавеют глушители, также осматривайте точки крепления подрамника. Ну и хром теряет нарядный внешний вид, то есть он шелушится. Передняя подвеска у Infiniti FX первого поколения слабенькая. И поэтому если вы будете перебирать ее дешевыми деталями, то постоянно будете в нее лазить. Передняя панель может лопаться и пузыриться. Это случается с ее поверхностным слоем. Также неубедительные тормоза в совокупности с деформирующимися колесными дисками, также слабый свет фар, а также недолговечные замки задних дверей и стеклоподъемники задних дверей – это врожденные неприятности Infiniti FX первого поколения. Идем дальше и снова возвращаемся к английскому производителю Land Rover. А речь пойдет о Land Rover Discovery 3-го поколения. Цены на них опустились до 10 000 долларов и доступны они с моторами в эту цену 2,7. И в чем проблема этого мотора? А в том, что у этих двигателей ломает коленвал. Дело в том, что этот двигатель TDV6 был сделан для, то есть и для поперечной установки. Поэтому ширина шеек невелика. И инженеры решали огрехи с подачей масла. Они предложили масляный насос улучшенной производительности. И, кстати, по поводу того, что у этих двигателей ломает коленвал. Есть такое предположение, что был заводской брак, потому что многие Discovery с этим двигателем пробежали более 500 000 километров и не увидели никаких проблем. То есть коленвал ломало абсолютно на разных пробегах. В общем, на такой экземпляр можно нарваться, надо быть предельно осторожными. Но в остальном Discovery 3 неплох. Он не глючный, комфортный, проходимый. Но лучше его обслуживать на профильном сервисе, где знают все про его пневмоподвеску, электрику, моторы и так далее. Еще один премиальный внедорожник, на который можно соблазниться, имея в кармане до 10 000 долларов – это Mercedes M-Class в кузове 164. Причем за эти деньги вы сможете купить только автомобиль с мотором объемом 3,5 V6. Ни о каком дизельном 164 за такие деньги речи быть не может. Как вы поняли, дело в самом двигателе. Мотор M272 склонен к задирам, то есть у него нет чугунных гильз. Кремниевая поверхность протравленных по люсиле гильз царапается, и большинство двигателей M272 не откапиталенных работают с отчетливым стуком поршней. Поэтому лучшее решение – это гильзовка блока. Такой двигатель на разборках стоит примерно 2,5 тысячи долларов. Ну, вы поняли, за всеми двигателями конечно же в «АвтоСтронг». Еще у этих двигателей не отличаются ресурсом звезды в приводе ГРМ, а также звезда балансирного вала. Цепь их просто съедает и доходит до перескока и даже до соскакивания цепи. Плюс у этого двигателя со временем появляется течь теплообменника, а поменять прокладки довольно-таки дорого. Также у этого ML может гудеть передний редуктор, а также шелестеть растянутая цепь раздатки. Эти проблемы не явные, их можно обнаружить на профильном сервисе. Ну и при покупке этого автомобиля стоит, естественно, поехать на подъемник и осмотреть его на предмет очагов коррозии. Ну и еще один внедорожник, который легко вмещается в сумму до 10 тысяч долларов – это УАЗ «Патриот на минуточку». И причем за эти деньги вы можете купить экземпляр моложе 2012 года и даже есть продажи 2017 года. Это вам не двадцатилетний немец либо японец. Но есть, естественно, проблемы. А проблемы – это кузов ржавеет все до дыр. Подножки, крепление амортизаторов и так далее. Особенно если автомобиль не обработан антикоррозийной защитой. Либо эта защита сделана плохо, то есть поверх коррозии. Самый распространенный на «Патриотах» бензиновый двигатель объемом 2,7, поедает 15 литров в городе и надежностью не отличается. Обычно отправляются на капремонт при пробеге в 200 тысяч километров. Он просто не может похвастаться качественной сборкой, но запчасти для него дешевые. Кстати, УАЗ «Патриот» встречается с 2,3-литровым дизельным двигателем «ЗМЗ», который может огорчить обрывом цепи ГРМ. Слабое место под капотом – это все патрубки системы охлаждения. Для пущей надежности их меняют на силиконовые. А еще УАЗ «Патриот» доканывает вибрациями. Источники – это все подушки опоры, а также раздолбанные шлицы переднего кардана. Передний мост требует периодического обслуживания шкворней. Амортизаторы могут развалиться или просто отвалиться. На этом фоне провисшие петли, закисшие задние тормоза, хлипкие бампера не кажутся такой уж большой неприятностью. Ну что, вот такой вот антирейтинг кроссоверов и внедорожников до 10 000 долларов у нас получился. Кстати, многие обзоры на автомобили, то есть на вот эти автомобили, которые были в рейтинге, у нас есть на канале. Ссылочки мы прикрепим в описании к этому ролику. Ну а вы, пожалуйста, напишите в комментариях, покупали ли вы когда-нибудь внедорожник либо кроссовер по низу рынка и какие проблемы с ним случались. Обязательно почитаем. Ну и напишите, согласны ли вы с нашим рейтингом. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok